Вальс Эганна Штрауса «Голубой Дунай» как нельзя лучше ложится на медленно движущиеся кадры космического пространства, созданного Кубриком. Многие описывают визуальные эффекты фильма как гипнотические, что только усиливает основную идею космической Одиссеи. Интеллектуальному росту человечества способствовала внеземная цивилизация. Кубрик отказался от стереотипных изображений инопланетян. Их внезапное появление обозначено черным монолитом, передающим сигналы, которые учат человекообразную обезьяну пользоваться орудиями для охоты и выживания. Миллионы лет спустя в воображаемом мире высоких технологий 2001 года инопланетяне снова контактируют с Землей через монолит. На этот раз он вдохновляет людей к полету на Юпитер. И они добираются до Юпитера. И здесь-то происходит трансформация. Дуглас Трамбл отвечал за визуальные эффекты Одиссеи. За четыре года работы над фильмом он помог Кубрику изобрести новую технику съемки. Она использовалась в той части картины, которая рассказывает о том, как Дэйв Боуман, единственный вышивший астронавт корабля «Дискавери-1», установил контакт с инопланетянами через звездный портал и в конечном счете превратился в бестелесное существо. Идея заключалась в том, чтобы во время съемки фотографий оставлять затвор камеры открытым в течение длительного времени, несколько секунд, и одновременно использовать световые эффекты для создания трехмерных световых потоков, проходящих через звездный портал. Трамбл сравнивает технические новинки Кубрика с использованием последних достижений кинопроизводства, которые обеспечивают полный эффект присутствия. «Многие люди хотят, чтобы у них была своя виртуальная реальность. Они хотят оказаться в другом измерении. Они хотят ощущений, которые острее их повседневной реальности». Другая важная сюжетная линия фильма связана с антагонистическими отношениями между человеком и искусственным интеллектом. Хелл, неисправный центральный компьютер корабля, и Боуман ведут борьбу за контроль над судном. «Откройте дверцы отсека, Хелл». «Прости, Дэйв. Я боюсь, что не могу этого сделать». Боуман побеждает и вступает в контакт с инопланетянами. Последняя сцена происходит в гостиничном номере, которую инопланетяне воссоздают по памяти астронавта. Там, на кровати, Боуман, уже старик, умирает, прежде чем превратиться в призрачного звездного ребенка. Чтобы отпраздновать 50-летие фильма, художник Саймон Бирч воссоздал сцену в гостиничном номере для Аэрокосмического музея в Вашингтоне. «Фильм не стремился дать конкретных ответов на самые важные вопросы. Какими могли бы быть результаты исследований космоса? Каким мог бы быть потенциальный результат контакта с инопланетянами? Все эти масштабные вопросы подразумеваются в сцене, которая происходит в гостиничном номере. Мы надеемся, что посетители музея остановятся и подумают, а почему эта комната здесь? Подумают обо всех вопросах, которые Кубрик и Кларк задают в космической Одиссее». Субтитры создавал DimaTorzok